Мир в душе В ее сердце мы замечаем, что проявление конфронтации начинается уже в раннем детском возрасте. Да, в той самой детской песочнице, когда обязательно кто-то нападает, а кто-то становится жертвой. Мне бы очень хотелось сегодня задать следующие вопросы. Как воспитать ребенка миролюбивым? Чтобы он имел гуманное отношение к людям? Чтобы он не провоцировал конфликтные ситуации или с достоинством умел выходить из них? Но я чувствую, понимаю, что большинство родителей со мной не согласятся. Мне просто возразят, такие дети не выживут. Ненасильственная педагогика нынче не у моди. А так ли это на самом деле, мы попытаемся сегодня выяснить. И у меня в гостях Дима и его родители Василий и Алена. Дима, начнем с тебя. Расскажи немного о себе. Сколько тебе лет? В каком классе ты учишься? Есть ли у тебя друзья? Мне 9 лет. Я перешел в 3 класс. Друзей у тебя есть? Много друзей есть. Много друзей. Замечательно. Ну а есть у тебя какие-нибудь недруги или неприятели, с которыми бы ты не хотела общаться? Есть. А кого больше, друзей или неприятелей? Друзей. Замечательно. Знаешь, есть такая поговорка или такая мудрость народная, что если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным сам. Но судя по тому, что у тебя много друзей, ты сам очень дружелюбный юноша. Хорошо. Хорошо. А вот слышала ли ты в свой адрес когда-нибудь такое вербальное оскорбление? Знаешь, взрослые говорят вербально, но я тебе расшифрую словесное оскорбление. То есть насколько приемлемы в твоей среде, у среди твоих друзей дразнилки? Очень часто. А как ты реагируешь на эти дразнилки? Вообще в твой адрес они звучат? Ну да, иногда. Да. У тебя есть какое-нибудь прозвище, которое бы тебе не нравилось? Нету. Нет такого прозвища. А в адрес других или кому-то другому ты адресуешь такие слова, они очень хорошие? Очень редко. А когда это происходит? Если редко, то в каких случаях? В таких случаях, что они первые начинают. А, все-таки ты пытаешься ответить, да? Да, первым кулаками сначала не лезу. Угу. То есть ты как-то пытаешься это словами отрегулировать? Да. Хорошо. Ну, давай спросим у твоих родителей. Как часто Дима жалуется вам вот на такого рода проявление, такой вербальной агрессии со стороны детей, или может быть рассказывает о том, как он ее применяет в своей жизни? Ну, обычно это происходит не часто, когда только попал в школу, когда только попал в детский сад, когда в новый коллектив человек вливается, обязательно там происходит раздел интересов, раздел влияния, кто кого главнее, кто заводила, кто будет подчиняться. И, ну, я как вспоминаю, первые проблемы, конечно, были в садике, потом, когда пошел в школу, но я постарался ему объяснить, каким образом подобные проявления решать со своей позиции. Может быть, она не совсем гуманная и правильная, но я попытался донести ему понимание того, что он не должен никогда быть инициатором каких-то конфликтов, каких-то оскорблений, но и в то же время в свой адрес допускать и делать вид, что ему это безразлично, его это никак не задевает, тоже нельзя, потому что люди очень часто, видя безнаказанность, продолжают и злоупотребляют. И если нормальным языком не получается человеку объяснить, что мне это неприятно, меня это обижает, то нужно действовать дальше. Каким образом? Каким образом? Один раз пришлось действовать деми-кулаками, но я в своей жизни, как вспоминаю, как меня в детстве дразнили. Тот человек, который меня дразнил, он мой лучший друг, мы, считай, с ним всю жизнь прожили в одном дворе, учились в одном классе. Просто не обращать внимания не получалось у меня. Как говорят, ну не обращай внимания, не обращай внимания. У меня много обидных прозвищ было. Нет, просто не отвечай, да? Просто не отвечай. Я и не отвечал долгое время, но как бы не всякому терпению есть возможность длиться долго. И меня дразнили рыжим, пыжим, конопатом. Я очень веснушечный был. И на нерусском языке разными прозвищами, касающимся цвета моих волос и так далее, и моих глаз. Ну, тоже как в своем детском понимании я пытался как-то там не обращать внимания, не заводиться, не кипятиться. Но иногда приходилось и как бы человеку давать понять, что мне это неприятно. И Диме я уже когда стал понимать, каким образом эти конфликты надо решать правильно, по-христиански, мудро. Но Диме я также сделал такую как бы установку. Если после многократных попыток решить проблему по-христиански, и мирно, с молитвой действий не происходит, то человек должен понять, что его действие может вызвать и противодействие. И буквально у нас на памяти один такой конфликт, когда там один раз тебя из соседнего класса, мальчишка, доставал сильно. Дима буквально в течение двух месяцев этот конфликт разрешил, и больше он не повторялся. Я вспоминаю детский сад, единственный случай был. Я гордилась своим ребенком. Он подошел к мальчику и говорит, и не обязательно бить, а можно и поговорить. Ему года четыре максимума было. И он это сказал, правда, при папе этого мальчика. А на следующий день Димка говорит, вот я ему спокойно сказал, а он теперь дразнится, потому что его папа наказал дома за то, что тот с колоками Димке лез. Когда я из своей школы приехал в город, поступил уже учиться в другое учебное заведение, и там как бы на порядок выше все это, то есть то, что в детстве там безобидно и мило, то там это имело, ну как в армии дедовщина. Это форма агрессии, дедовщина в армии. И на тот момент я еще только познакомился со Христом, я еще не был в церкви, я не имел каких-либо понятий. Я обращался к Богу так, как я понимал в тот момент Бога, просил, чтобы он наказал моих обидчиков. Но потом я понял, что от человека и от того, как он реагирует и как ведет себя, зависит очень многое. Вот если, например, книгу Иова почитать, когда Иов разговаривает со своими друзьями, он говорит, я был справедливым, я вступался за сироту и вдову, я исторгал добычу из пасти хищника. Он не сидел сложа руки, он не ждал, когда проблема как бы решится сама по себе. Он прикладывал какие-то действия и просил у Бога силы для этого. Я не знаю, может быть, моя позиция немного покажется кому-то странной, неправильной, но человек должен осознавать, что он творение Божье, Бог умер за него, и никому из людей, как является преступлением убийства, так и издевательством над человеком, это не то, что желает Бог. Действительно, есть такое изречение, что тяжело жить нравственной жизнью, и еще тяжелее противостоять безнравственности, но самое тяжелое – пожинать плоды этой безнравственности. Мне нравится то, чему ты учишь своего сына. Алена, мне нравится то, что ты выделяешь особенного в поведении, в характере своего ребенка. И судя из нашей беседы, Василий, я обратила внимание, что вы человек принципов, и что вы следуете тем принципам, которые как-то четкие духовные стержень имеются в вашем характере. Вы пытаетесь это воспитать в собственном сыне. Но какой основной, главный жизненный принцип, и вы хотели бы, чтобы он был усвоен Димой? Как бы один главный жизненный принцип. Я пытаюсь сформировать в Диме твердую уверенность, что только в Боге человек может быть счастлив. Только с Богом у него есть будущее, у него есть надежда прожить эту жизнь достойно и получить награду вечности. Как в притчах написано, наставь юношу при начале пути его. Я пытаюсь всеми силами придать ему это направление. И от тебя Дима зависит, каким путем ты пойдешь. Ален, ты абсолютно совсем согласна, ты не ступаешь противоречия с такими жизненными, утверждениями, убеждениями своего возлюбленного. Это, конечно, да. Но у меня больше к Диме как бы воспитательный процесс больше на папе лежит. А я больше пытаюсь немножко самостоятельно, чтобы ребенок проявлял больше. Спасибо вам, дорогие. Я думаю, что многие наши телезрители услышали для себя должное ответное. И вначале поставлены мной вопросы, и те вопросы, которые их беспокоят. И мы дадим надежный отпор всем дразнилкам. Правда, Дима? Я недавно прочитала такую историю о Иване Андреевиче Крылове. Этот великий русский безнаписец никогда не отличался изящной фигурой. И вот как-то, гуляя по парку, он услышал свой адрес. О, большая туча идет. На что он ответил. А я-то слышу, лягушки расквакались. То есть, конечно, во всем должна быть какая-то гибкость, должна быть золотая середина. Невозможно отвечать злом на зло, насилием на насилие, оскорблением на оскорбление. Возможно, нужно уметь как-то умно парировать. Еще много моментов будут и у Димы впереди, и у каждого из нас, и воспитание наших детей, и построение взаимоотношений с другими людьми. И я думаю, что настало самое время послушать рекомендации нашего специалиста относительно того, как научить ребенка реагировать на такого рода словесные оскорбления. Давайте послушаем. Дразнилки в младших классах. Как много проблем это доставляло нам, как много огорчений и переживаний с этим связано. Наверное, я не буду оригинальна, если скажу, что среди моих знакомых, мальчишек и девчонок, есть те, кто ненавидел свои имена, потому что они легко поддавались рифмовке. И, конечно же, это свойство не осталось незамеченным их одноклассниками. Как же правильно реагировать на подобные вещи? Что в таких случаях необходимо предпринять? И почему это происходит? Возможно, это лишь невинная шалость, желание войти в контакт, желание вызвать ответную реакцию и, возможно, построить более тесные отношения. Но так ли невинны дразнилки? Мы, взрослые, часто недооцениваем всю важность данной проблемы. Для многих родителей проще отмахнуться от подобных вещей. Обычно они говорят что-то вроде этого. От камней и палок бывают синяки и переломы, а вот от слов тебе ничего не будет. Отряхнись и иди дальше. Конечно, наверное, легче снести дразнилки, чем ежедневные вымогательства карманных денег. Особенно, если это сопровождается применением насилия, угрозами, постоянным страхом. Однако же последствия дразнилок бывают не менее трагичными. Как же определить степень серьезности данной проблемы? Это возможно только из отношения к этой проблеме самого ребенка. Ведь совершенно не важно, дразнит его единственный мальчик из класса или весь класс включился в этот процесс. Совершенно не важно, как это событие выглядит с вашей точки зрения. Вполне возможно, вам кажется, что это невинное подшучивание, которое обычно для всех детей. А может быть, это выглядит как издевательство и травма. Помните, единственный критерий в данном случае – это чувство вашего ребенка. Если он действительно уязвлен и обижен, вы просто обязаны вмешаться. Да вы и сами наверняка захотите это сделать. Какие же есть способы вмешательства? Они могут быть разные. Вы можете дать ребенку совет из собственного опыта. Можете поднять вопрос перед школьной администрацией. Можете придумать еще что-нибудь, что покажется вам наиболее соответствующим данным обстоятельством. Но, правда, думаю, что вы не станете менять имя ребенка в документах. Наверное, это слишком радикальная мера. Помните, что бы вы ни сделали, ребенок должен видеть, что для вас это так же серьезно, как и для него. Хочу предостеречь вас лишь от одной вещи. Не стоит выяснять отношения с родителями обидчика. Как правило, это приносит мало пользы. В основном отношения испорчены, дистанция между ребятами увеличена. Более того, после таких разборок ребята чаще всего становятся просто-напросто врагами друг к другу. Поэтому обращаться к родителям стоит лишь в том случае, когда вы на 100% уверены, что именно этот разговор поможет делу. Проявления детской жестокости, увы, свойственны любому детскому коллективу. Так что вам не удастся найти школу, где бы проявлений жестокости вообще бы не наблюдалось. Хотя надо признать, что в одних школах с ними умеют справляться лучше, чем в других. Поэтому вы должны быть к этому готовы. Если ваш ребенок испытал или теоретически может испытать насилие, издевательство в будущем, вам необходимо подготовить его к этой ситуации. Вы должны научить его, как справиться с ситуацией, прежде чем она зайдет слишком далеко. Вы знаете, что одни дети дразнят других за то, что они не похожи на других. Вот интересные данные. Исследователи обнаружили, что 75% детей переживают из-за того, что школьные товарищи смеются над чем-то в их внешнем виде. И оказывается, каждый пятый ребенок прогуливает занятия под каким-либо предлогом или безонного с целью избежать подобных насмешек. Неприятные цифры. Правда? Существуют как бы две традиционные точки зрения на то, как бороться с издевательствами. Они представляют собой две крайности. Первая состоит в том, что надо научить ребенка давать сдачи. Вы, наверное, и сами понимаете, что такой подход, хотя время от времени и срабатывает, но все же, как правило, оно лишь усугубляет саму проблему. Озвучим и вторую точку зрения, которая говорит о том, что на насмешки надо не обращать внимания, и они как бы сами собой сойдут на нет. Многим родителям очень хочется, чтобы это было бы правдой. И когда они дают такой совет детям, они в первую очередь стараются внушить себе, что ничего страшного не происходит. Но, увы, это не так. Практика показывает, что и здесь обычно результат оказывается прямо противоположным. Тогда что же делать, скажете вы? Лучшее для вашего ребенка не тушеваться, смело смотреть в глаза обидчику и отвлечь его разговором на постороннюю тему, задать совершенно невинный, отвлеченный вопрос. Конечно, не всегда это возможно. Однако, если ребенок действительно уверен в себе, если у него все в порядке с самооценкой, он следит за своим внешним видом, это значительно повышает их шансы избежать насмешек. Все вышеперечисленное. Вы вполне способны дать им задолго до того, как возникнет подобная опасность. И если над ними все же издеваются, то это не обязательно ваша или их вина. Мир жесток. Не их вина в том, что они носят очки или страдают каким-либо заболеванием, или имеют какие-то физические недостатки. Но я знаю немало детей, которые при всех своих очках, заболеваниях или увечьях никогда не подвергались насмешкам. Все дело в том, чтобы не давать пищи для насмешек. И если это так, то большая часть дела уже сделана. Дорогие взрослые, хочу вам еще раз напомнить, для ребенка крайне важно, что все то, что с ним происходит, и для него это важно, оно также является очень важным для вас. И пусть Господь благословит вас. Успехов вам! Дорогие мои, Василий, Дима, Алена, я благодарю вас за то, что вы приняли наше приглашение и были в гостях в нашей студии. Я очень надеюсь, что поднятая нами тема никого не оставила равнодушным. Ну а нам осталось извлечь из всего услышанного и увиденного духовный урок. Кашанский, учитель Александра Сергеевича Пушкина в Царско-сельском лицее, вдохновляет учеников, приступающих к изучению риторики и словесности, следующими рассуждениями. Ничто так не отличает человека от прочих животных, как сила ума и дар слова. Сие две способности неразлучны. Они образуются вместе, взаимно и общими силами ведут человека к совершенству, к великой небом ему указанной цели. Но что происходит с человеком, если слово его подобно смертоносному яду? Об этом пишет благословенный ученик Иисуса Христа, апостол Иаков. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Детские дразнилки могут показаться безобидными детскими шалостями, но мы, взрослые люди, не должны забывать, что у каждой вещи под солнцем есть способность произрастать и множиться. И под влиянием греха все на свете приобретает гипертрофированные формы. В силу этого закона и появились такие виды насилия, как вербальное и эмоциональное. Апостол Павел под вдохновением свыше призывает всех нас. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 текст. А еще он пишет «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам, 4 глава, 6 текст. Начало вульгарного отношения к языку и слову в непонимании их практической ценности и духовной природы. О каком мире, о какой любви, о каком прощении, терпении, великодушии и, в конце концов, жизненном успехе может идти речь, если наши дети относятся к слову без должного трепета и благоговения. В религиозной морали все направлено на личность другого человека, которого нужно чувствовать и любить. Давайте снова почитаем притчи Соломона. Написано «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Притчи, 4 глава, 23-24 текст. Чистота сердца дает человеку полноту жизни, а лживость же и лукавство дают жизнь на мгновение. Замечательно сказано в той же книге-притче в 25-й главе в 11-м тексте «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично». Проявление мудрости, внимательное, чуткое отношение к человеку имеет прямое отношение к языку. Мы несем либо жизнь, либо смерть. Родители, педагоги, дети, сделайте каждое ваше слово животворным. Покройте его елеем, растворите его любовью. Вы почувствуете, как дорогими становятся те люди, которые окружают вас. Вы сами будете благословенны и будете благословение нести и другим людям. Да дарует вам Господь успех в этом. Спасибо.